Мы не можем с абсолютной точностью просчитать все последствия того или иного направления деятельности человечества. Но, внимательно изучая детали, мы можем, по крайней мере, спрогнозировать, насколько оно будет способствовать поддержанию стабильности развития. Виктор Сель, руководитель отдела стабилизации перспектив. Сегодня в 19 часов 50 минут местного времени я, 12-й, из отдела стабилизации перспектив, завершил вторую часть отчета по теме «Вертикальный мир». Эх, не верится. Забабахали такую гору. Даже назвать нельзя. Вон она, блин. Это половина только видна. Анализируемое время февраль 2000 года. Род человеческой деятельности – альпинизм. Ну что, Мишаня? Вот это простое человеческое счастье. Слезть с горы, скинуть все это железо. Информационный повод восхождения на пик Петидрю Альпы – массив Монблана, Франция. Эх, солнце зайдет. Ночью сегодня нам идти. Может быть, сегодня к ночью будем уже родной янца. Да. Респонденты Александр Клёнов и Михаил Дэви. Номер первый и номер третий в рейтинге альпинистов России. Да, вот так настоящие альпинисты пользуются молотком в любых условиях. Предлагается наивысшая шестая Б категория сложности первопрохождения. Название маршрута – Аптумадонна. Двенадцатый. 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 Центральная вызывает двенадцатого. Двенадцатый. Дополнительная настройка ко второй части. Так я вроде уже закончил. Дополнительная настройка. Из Ниджи. Диктую. Если долго вглядываться в бездну, запятая, бездна начинает вглядываться в тебя. Точка. Настройка вся. Продолжаем работу. Черт. Мишка, держись! Стой, Мишка! 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 Если долго вглядываться в бездну, бездна начинает вглядываться в тебя. Хорошо бы понять, что это значит. Так, ну давай еще раз из самого начала. Птедрю – это очень известная вершина. То есть это вершина, где проверяются, так сказать, все знаменитые альпинисты. То есть это какая-то вот такая планка альпийская. То есть если человек говорит, что он был на Птедрю, то уже для многих все становится ясно. Тем более с северо-западная стена. Ну люди, кто лазит, уже знают, что Птедрю там зимой новый маршрут. Уже больше вопросов можно не задавать. Ну хорошо, с самого начала. Вообще-то с самого начала было непросто. Вершина не пустила к себе Кленова и Деви в феврале 99-го года. Лавина опасность 5 из 5, холод, шквальный ветер. В феврале 2000-го ситуация выглядела лучше. Лавина опасность 3 из 5, и альпинисты двинулись к цели. Ап ту Мадонна. Кстати, о цели. Довольно любопытно, что на одной из самых недоступных альпийских вершин стоит Мадонна. Мадонна. Пожалуй, это может иметь отношение к делу. Что мы знаем о ней? Справка. Первая статуя Мадонны, уничтоженная впоследствии молниями, Птедрю притягивает атмосферные разряды, была установлена в начале 20-го века. Вторая скульптура высотой 130 сантиметров возникла после Второй мировой войны. Вот что сообщает Аннис Дюкросс, жительница альпийского городка Шамани, гид-переводчица. История такая. Знаете, я вам сказала, что это было в 1911 году, до Первой войны. Уже поставили. Потом гроза была. Больше ничего не было. И в течение Второй войны они опять поднимались. Священник там был. Они так сделали для нее. Крестили. Она там стоит уже 60 лет. И она там стоит, чтобы помогать альпинистам. И чтобы им всегда было хорошо. Чтобы никто не умирал там в горах. Но это смешно сегодня из-за того, что, когда ты спускаешься, надо поставить веревку. И они всегда вокруг нее поставят веревку. Она спасает их. Она помогает. Хорошо запомним, Мадонна. Дальше, дальше. Альпинисты пересекли лавиноопасный участок. То расстояние, которое год, год отделяло их от горы. И вот они у подножия Птедрю. Момент восхождения начинается с того, что ты оказываешься под... Ну, непосредственно под горой. Которую ты, возможно, видел только по фотографиям. Слышал какие-то рассказы. И вот этот момент встречи с тем, что ты реально увидел, он очень часто расходится. И поэтому всегда присутствует какой-то этап вот именно настроя на восхождение, на реальную цель. И, ну, уже как-то начинаешь чувствовать эту гору, наблюдаешь ее, смотришь, как она живет. Бывают горы добрые, злые. Это иногда ощущается так вот в воздухе, что иногда вот гора тебя принимает, иногда не принимает. Это иногда чувствуется. Старт. 5 февраля 2000 года. Выход на маршрут. Платформа с палаткой оставлена внизу. Еще одну ночь Кленов и Дэви проведут у подножия. Мороз. Трещины в скале залиты льдом. Первым идет Кленов. Расщелина, идущая прямо вверх, быстро кончается, и передвигаться свободным лазанием уже нельзя. На этом участке вбивается пять шлямбурных крючев. В конце – маятник. Альпинист закрепляет веревку на скале и перемещается в сторону. Все это занимает день. Пройдена пара веревок. Всего 100 метров. Второй день. 6 февраля 2000 года. Альпинисты собрали лагерь и оторвались. Пошел отрыв. Первым идет Дэви. Расщелина вверх, снова маятник, свободное лазание, полки под карнизом ночевка. Пройдено примерно столько же. Третий день. Снова первый Кленов. Ситуация не лучше. Еще шесть шлямбуров, а каждый – это время и силы. Кроме того, самое неприятное – пошел снег, начался ветер. Скорость восхождения снизилась до веревки в день. К исходу четвертого дня пройдено около 300 метров. Погода окончательно испортилась. Запасы продовольствия, а главное – газы для обогрева и приготовления пищи не позволяют надеяться дойти до цели. Мы шли достаточно медленно, получилось у нас. Тоже были очень сложные скалы. Хотя они не такие крутые, но очень мало количества зацепов. Трещин для организации страховки. Монолитные скалы. По ним никто никогда не ходил, хотя они находятся очень... Само на подножье, как бы, горы. И у нас получилось порядка где-то четыре дня, и мы прошли только где-то четверть стены. Газа и продуктов у нас было где-то на шесть-семь дней, не больше. Последний день мы лезли целый день под снегопадом. На следующий день тоже снег продолжал валить. Ну, и каждый, ну, вот, как бы, оттягивал от себя. Ну, еще пролезем, полезем немножко. Трудно было принять решение, что все, поворачиваем. То есть, что мы, как бы, не справились. Но единственное, потом мы, как бы, пришли к такому спасительному для нас решению, как бы, что мы спускаемся, но собираемся продолжить дальше. Сюда, как бы, вернемся. Сюда, как бы, вернемся. 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 Три дополнительных акцента. Альтернатива была. Изменить маршрут и подойти к вершине по более легкому участку. Это не вписывалось в самим же себе поставленную задачу. Второе. Изобретенное решение двойного перехода из одного мира в другой и обратно действительно непростое. Оно нетипично для вертикального мира. Кроме того, великый риск вовсе не вернется к той точке, на которой произошла остановка. Погода, горы, люди. Вертикальный мир слишком переменчив и редко удается войти в одну воду дважды. И, наконец, третье. Велик риск просто не дойти до городка Шамани. Снегопад снова увеличил лавиноопасность до 5 из 5. Год назад, именно на этом спуске, в такую погоду, погибло двое поляков. А там внизу огни. И люди гуляют и пляшут. Есть ли долго вглядываться в бездну? Центральная. Центральная. Бездна начинает вглядываться в тебя. Двенадцатый из отдела стабилизации перспектив вызывает центральную. Двенадцатый? Я бы хотел дополнительных настроек. Инструкций. Я не понимаю, при чем здесь эта фраза Ницше. Мне жаль двенадцатый. Дополнительных настроек нет. 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 Тринадцать дней спустя, переждав непогоду, двойка Кленова и Деви вернулась к точке прерывания. Гора снова дает им шанс. Аптумадонна. Часть вторая. В школьных сочинениях я как-то несколько раз мелькал, а такое стать геологом хотел. Где-то в классе третьем я был на курорте с отцом и просто пошли на экскурсию горка в Боровом в Казахстане. И вот я там первый раз залез, как бы он снизу кричал, ты куда там упадешь? И я залез куда-то на скалу и вот оказался на вершине горы там. И вот, может быть, это, наверное, было начало. С 1983 года я начал заниматься альпинизмом в секции Горного института. Поехал в горы первый раз, выполнил третий разряд сразу. Хотя, так это обычно два года требовало, там как-то выпал в такой экспериментальной группы. То есть и дальше уже это стало одним из основных направлений в моей жизни, как можно так выразиться. Случайность? Ну, в общем, да, вначале, да. То есть не мечтал с детства, что вот именно альпинизм занимаюсь. Эх, сюда бы погода получше, да рюкзак полегче. Вот было бы хорошо. Я поступил в институт, но на самом деле в институт я поступил потому, чтобы не идти в армию. То есть не желая быть, так сказать, инженером, в общем-то. Ну и учился я, соответственно, тоже так же, как хотел стать инженером. То есть я 7 лет учился в УПИ, так его не закончил. Летом я уезжал в горы, там. Профессионально начал заниматься в армии. То есть когда... Ну, я до этого просто не знал, что этим можно заниматься профессионально. То есть я этому отдавал очень большую часть своего времени, но реального, так сказать, возможности существования и делать только это для меня не было еще. Я ее нигде не видел. А в армии, когда я попал в СКА, я понял, что можно работать как бы в удовольствие и на это еще как-то жить. У нас дядя Леоня Лапшинка, говорится, известный СКАЛАЗ тоже, говорит, инженера, говорит, много миллионов, говорит. А вот СКАЛАЗов, как я, 50 человек, говорит. Поэтому это очень важно для человека, делать то, что он может действительно и может хорошо. Это, ну, не знаю, во многом, мне кажется, все комплексы развиваются из-за того, что человек делает не то, что он хочет и не то, что он может. Он и то дело, которым занимается, плохо делает. Но, с другой стороны, он на это живет и никуда деться от этого не может. И он осознает всю жизнь, что он делает это плохо, что на самом деле этот труд никому не нужен и никому не интересен. И от этого человек сам себе становится неинтересен просто. Ну, по работе я риэлтор, такая есть профессия. То есть работаю в инстиндвижимости, занимаемся, общаемся с людьми по поводу их же в основном жилищных проблем. С другой стороны, это позволяет какое-то находить время там, от этих же занятий альпинизмом, там, месяц-два в году я, в принципе, могу себе позволить куда-то поехать. Два абсолютно разных человека движутся к одной цели. Абсолютно разных. Двадцать шестого февраля двухтысячного года. Высота 3733 метра, птидрю, вершина. Абсолютный результат в условных границах параллельного мира. Мадонна. По мере того, как образ Бога становился все более всеобъемлющим и сложным, фигура Богородицы, заступницы, помощницы в реальных человеческих стремлениях делалась все более необходимой. Вот сейчас сказать бы, что Мадонна все эти долгие дни вглядывалась в двух этих странных людей, поднимавшихся к ней, и оценила, и помогла, и сохранила. Сказать так и закончить бы вторую часть отчета. Однако восхождения кончаются не на вершинах. Они завершаются у подножия. И бездна, вглядывающаяся в нас, решает, подчиняясь своей, только своей, никому не понятной логике. Миша Дэйви просто светится изнутри, а Кленов нервничает. Или мне кажется. Надо было бы заночевать у подножия, а утром спускаться в Шамани. Однако Мишу в городе ждала жена, горизонтальный мир уже втягивал их в себя, и альпинисты начали спуск. Тот же самый, что и 18 дней назад. Внезапно Дэйви проваливается ногой сквозь двойной слой наста, теряет равновесие и падает вниз. Мишка, не рвись! Кленов в наступившей темноте бросается на поиски, однако несколько секунд он еще будет оставаться неподвижен. Альпинисту надо сломать себя, преодолеть психологический барьер и сначала пройти то место, где только что сорвался Дэйви. Потом Кленов будет искать в темноте фонариком, обнаружит Михаила живым в сознании, но нетранспортабельным. Закрепив друга, насколько это возможно, и укрыв его теплыми вещами, он начинает спуск в Шамани. Нужен спасательный вертолет. По какому закону чередуются в этом мире удачи и неудачи? Буквально через несколько минут Кленов натыкается на альпинистов, имеющих с собой сотовый телефон. Еще через некоторое время прибывают спасатели и вертолет. Все начинают готовиться к погрузке Миши и снова полярная смена везения. От вертолетной вибрации с гор сходит ледовый каскад, грозя разнести все на своем пути. Спасатели успевают отбежать в сторону, Кленов и Дэйви остаются под обстрелом. Кленов использует носилки в качестве щита. Его отбрасывает на несколько метров, но это спасает ему жизнь. Только после этого Михаила Дэйви отправят в Шамани. Снова везение. Уже через пару дней Миша будет в порядке. При этом не попавший в больницу Кленов выглядит, пожалуй, даже страшнее товарища. Чудовищная концентрация событий на самом конце, по сути, даже после окончания маршрута. Сегодня в 20 часов 15 минут местного времени я, 12-й из отдела стабилизации перспектив, завершил вторую часть отчета по теме «Вертикальный мир». Я сознательно не поставил финальных акцентов, так как не могу, да и не имею возможностей домысливать логику той самой бездны, мотивация которой лежит вне человеческого разумения. Прошу принять отчет в его теперешнем виде и снять меня с этой темы. 12-й. Отчет принят. Центральная рекомендует приступать к третьей части. Я тоже не знаю, что там имелось в виду, но, может быть, эта фраза, эта настройка, если долго вглядываться в бездну, бездна начинает вглядываться в тебя. Быть может, она предназначалась лично для тебя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok